Галина Сергеевна Гампер, простите, пожалуйста, что мы затянули. Мы очень ждали опоздавших людей, дороги те, кому особенно дорога память Галины Сергеевне. Многие, многие подошли. Я знаю, что опаздывает Борис Валентинович Аверин. Он сказал, что он обязательно будет, где-то в районе 8 часов, и мы еще будем здесь, и он обязательно скажет. В музею дорога память Гампер. Она в последние годы так тесно была связана с нами. Пожалуй, не было ни одного такого серьезного вечера, на который бы она ни приехала. Вот здесь было всегда ее место, причем она не пассивной была гостью, а почти всегда очень активно участвовала в наших вечерах, в нашей жизни. Я понимаю, что здесь люди в основном близкие, и друзья, и ученики. А вот хочу вообще сказать, что люди нашего поколения, ну вот я не была тогда давно знакома с Галиной Сергеевной, но моя молодость прошла тоже, ну, под знаком ее стихов. Я знала, что вот здесь, в Ленинграде, живет Галя Гампер. И сейчас вспоминаю того времени, у меня всплывают в голове эти строчки, заманили лодку на берег, посадили кверху дном, никаких Америк, только дощатый дом. От сухости ломит, нищая, круглая, как луна. О, глубина, 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 глубина неподвижности, страшная глубина. Вот это стихово-говорение, по-моему, написано 52 года назад. А два года, как нет с нами Галина Сергеевна, но у нас все равно. Она жива, она с нами. И как хорошо, что сегодня здесь вечер этой памяти, и будет звучать ее голос, и будут говорить люди, которые к ней были особенно близки. И ведет вечер Александра Танкова. Друзья, сегодняшний вечер называется «Живая и с нами». Это совершенно оправданно, не случайное название, потому что Галя действительно жива. Она жива в своих стихах, она жива в нашей памяти, она жива в той моральной установке, которую она вокруг себя распространяла, и которые после нее сохранились. Потому что вы помните, что где бы ни была Галина Сергеевна, она была таким моральным метрономом, моральным камертоном, у которого как-то все поступки, все слова выверялись. Если Галя что-то одобряла, это правильно, если Галя что-то не одобряла, это неправильно, это оборудование. Это сказано на наших собраниях, на каких-то заседаниях, советах, где-то еще, где Галя бывала. По ней всегда все выверялось. И вот сегодня мы вспомним ее, это будет не вечер памяти, а именно творческий вечер Галя, потому что будет звучать ее стихи, будет звучать ее голос живой. Ну, хотя бы такое стихотворение. И снова знакомая сила меня подняла над землей, а все, что обещано было, обещано было не мной, другою, ручной и домашней. А нынче я снова поэт, я снова не ваша, не ваша, не ваша на тысячу лет, не ваша по силе смятения, по ярости слов наяву. Я снова в других измерениях, в других озарениях живу. Вот. И я должен немножко снизить интонацию, сказав, что музей очень просит тех, кто может поддержать его, и на выходе купить по 60 рублей билеты. Извините за такую прозу. А сейчас, к сожалению, отсутствует у нас сейчас Людмила Зубова, которая написала статью по творчеству Галины Сергеевны. Она сейчас в Москве, и эту статью прочтет Наталья Кривесенцева. Ну, собственно, это не вся статья, конечно. Статья довольно большая, но некоторые вылежки из нее, которые характеризуют именно поэзию Галины Гангер. Вот. Ну, не забывайте, что это не я, а Людмила Владимировна Зубова. Профессор, специалист, большой специалист, филолог. Ну, кто знает Зубову, тот ее знает. Друг. И друг, конечно. В стихах Галины Гангер есть простор, наполненный звуками, образами, запахом, ликованием, горью, мыслью. Эти стихи заставляют поверить в то, что сущность бытия познаваема живым чувством. Если человек, позволяющий себе чувствовать все, что видит, слышит, читает и думает, способен улавливать из воздуха такие слова, которыми это можно точно назвать, он счастлив, потому что памят. А тут, кто читает его стихи, попадает в пространство сильного притяжения к личности автора, к тому, что он говорит. И если стихи написаны естественным языком, то часто кажется, что привлекают темы, утверждения, жизненная позиция. Однако темы оказываются так значимыми, и утверждения так убедительны, именно потому, что найдены слова, точная интонация. Как пишет сама Галина Гампер. Бог дал слова взамен у Бога чистым, взорвав навек покойно-стиховой. Жизнь сюжетная, движется не смыслом, а только интонацией живой. Быть поэтом традиционным сложнее и рискованнее, чем экспериментатором. Прежде всего потому, что поэтические клише, вошедшие в наше сознание, из лучших текстов прошлых эпохов, а потом из текстов последственных, препятствуют движению живой интонации. Галина Гампер умеет удивительным образом соединять высокопарность поэтической фразеологии со свежестью слова, как, например, в одном из ее лучших стихотворений, первой строкой, которую был назван сборник. Что из того, что лестница крута? Повержен, в чем ты найдешь опору? Не дам угаснуть разум и взору. Как устоишь? А ты ведь устоишь. Мне кажется, что эти слова применимы именно к самой жизни Галины Гампер. Ну, это уже не зубово-то я. Достоверность высказываний обеспечивается у Галины Гампер точностью звучания, убедительностью зренного образа, легчайшим сдвигом в сочетаемости слов, и тонко в ней затаскуют птицы. Живописное подобие соединяется с озуковым, и фольгой в заливах хрустеть, разметавшись у кромки. Зрительное сходство объектов, сравнение, дополняется обществе их предназначения. И англы порхают, как врачи, но и те, и другие спасают. Мерзлота в наших клетках навечно, как в добром подвале. Ход, препятствующий гниению, благотворен. А запах говорит так, что он становится ощутим, как живое существо, но в то же время, как отдельное от всего движения. Стихам этого автора свойствуют не только тонкие чувственные описания всего наблюдаемого, но и утверждение существа величия малого или мгновенного. Кисть винограда так завершена и совершена, что равна вселенной. Высказания Галиды Гампер бывают максимально афористичными, когда речь идет о психологии человеческих отношений, поведении, мировое ощущение. Это проявляется во многих ее стихах. Мать-бабуле, свекровь и невестка, два колотника, сколок мною. Или такое. Прозрение, тяжкая работа, души, тем более вначале. Мы выросли от анекдотов, Довись на людей и печали. Смелость творить свою судьбу, Волей и талантом, Галина Гампер назвала в одном из стихотворений наглостью. Не опускай надрявших век, Дыши свободней, Привет тебе, ты, лусло-трек, Из преисподней. На срок не раз сводил с тобой В одном бордере, Там, где смущенные вудьбой, Вокруг рабели. Такой жизнь мы средь зевак Не топыряли, Но главности победный стяг Пылал над нами. Назовем это естественно за человека, Судьба которого быть поэтом. А так заканчивается стихотворение Путник Об имя Евтропии. Никто друг друга не пенял, Ни светом не ждал удачи, Нас всех не в тропе отгонял. Естественно, А как иначе? А сейчас несколько слов скажет Александр Семенович Кучнов. Ленинградским петербургским поэтам «Мне мероятно повезло, Что рядом с ними, Рядом с нами, Так долго Была Галя Галя Галя». Она удивительный человек. И вот, вы знаете, Ее какие-то человеческие качества, Прежде всего, Доброта, Сочувствие другому человеку, Стойкость, Мужество и так далее, Помогали жить Так же, Как и Ее стихи. И я всегда удивлялся, Как она их пишет. Боже мой, Прикованная к постели. И этот образец просто, Пример мужества, Был чрезвычайно важен. И еще. Ну вот, Она всегда сидела Вот там, Вот в том углу, Да? Мы помним это, Привозили ее в грязь. И как? Она была нужна. И когда она кричала Оттуда что-нибудь. Вот, веселая всегда. Вот. И просто была необходимостью Какой-то в жизни. И, Когда думаешь о ней, То понимаешь еще, Что такое искусство? Что такое поэзия? Это великая помощь. И сама Галя Всей своей судьбой, Всей своей жизнью Это доказала. Ну вот смотрите. Ни сына мне, Ни дочки, Ни милого, Ни мужа, Мне в день Четыре строчки, А после дождь И стужи, И запотевшее окно, И черной кляксы, Сукно, И рядом Собственная тень На желтой стенке С краю, И я четыре раза в день Судьбу благословляю. Ну как можно ныть После этого, Понимаете? Как можно жаловаться На судьбу, Если перед нами Такой замечательный Пример всю жизнь был. Грита помнит, Как мы приходили в гости, Да? Как это всегда было чудо. Галя умела выпить. Галя любила петь. Вот. Обязательно какой-нибудь Гитарист присутствовал. Вот. Я знал немало людей Вполне благоустроенных И так далее, И так далее. И печальных, И умевших И помыть, И пожаловаться, И так далее. От Галя я жалоб не слышу. Она меня утешала. Черт, я слух тебе. А она утешала. Понимаете? Она старалась помочь. И еще у нее было Какое-то, знаете, Вот такое свойство особенное. Как бы это назвать? Перехлест. Ну, что-то такое Сверхмера. И вот она отличалась Тем, что, может быть, Было и в святами. Хотя стихи совсем Не святайские. Они очень сжатые, Короткие, Быстро заканчиваются. Но вот что было в Галя? Ах, бросьте Вы свои примеры. Мне все твердит На перебой. Я просто Нарушаю Меру, Положенную Мне Судьбой. Я перешла Кто-то из присутствующих Тоже На моем Семидесяцилитии На моем Семидесяцилитии Пришла Валентина Матвиенко В букетном Цветовце Замечательно Сказала Речь Нет, между прочим Матвиенко Была Чекова Зубича Так мне кажется Я это просто помню Она Стремилась Как-то Тянулась И Галя Закричала Валя Иди сюда И Действительно Вот Кого 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 Не хватает Так Это Галя Галя Но Не знаю Не знаю Может быть У нее были Какие-то Свои Отношения С Посторонним Миром Правда И я Прислушивался К тому Что она Говорила Потому что То что она Знала О жизни Давалось Вот Всем Всем Ужасом Ее положение Которое На нее Сводилось И она Преодолевала Этот ужас Вот И вот Смотрите Какая Любовь Жизнь Пройдут И ненависть И страсть Пройдут Веселье И усталость Пройдут И нищенство И власть Пройдут И молодость И старость Ни в тьме Ночи Ни в свете Дней Нет утешения Страшные Чудно Вот это Жадость Стихию Похоже На пружину Крепкую Никакой Расставленности Нет Как будто Пишет Очень здоровый Человек В общем Короче говоря Вот Я очень Благодарен Судьбе За Своей За то Что в ней Была Галя Галя Была И есть Сейчас Прозвучит Благодарю Сергеевну Благодарю 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 Жутко Когда На жизнь Не может Стоить Шутка Все Может Быть Но Анимая Вечная Нам Голуб Завен Пожалуй Песечная Аплодисменты Но я вам дорогу прочитаю ее стихи. Мне кажется, я так вам почитаю. Может, и так слышно? Как слышно? Да. Здесь присутствуют очень дорогие мне люди, все. И к ним прибавился архив с Галли. Значит, вот я архиву такие листочки Галли, ее рукой написанные передавала. Очень много. Но много и у меня осталось. Вот я хочу прочитать одно стихотворение, которое мне очень нравилось. Написано оно при мне. Называется оно «Натюрморт». Одинокое яблоко. Фон в ампаразуре окна. Грязно-снежный, глухой, жестяное дворовое тонце. Приближение Адама. Рывок. Натянулась блесна. Под условной чертой горизонта затеплилось солнце. Ожидание, начало, высоко натянутый трос. Ожидание. Лишь им и держусь на плаву да на взлете. Напряжением его в амплитуде от смеха до слез. На предельной векующей или отчаянной ноте. Было яблоко. Вырос, я и не заметила в сад. И зацвел, и отцвел. Я очнулась, пройдя перекладку. Кисти мою и краски ищу. Возвращаюсь назад. Ставлю яблоко. Так. И на яблоко делаю вставку. Еще. Валерий Басов. Кружение сердца, вот танец доступный и мне. Сто двадцать в минуту. Шажка, поворота, удара. Ну что же, как йоги, станцуем на голом огне. Уйдем в невесомость веселыми кольцами пара. Да, лишь невесомость. Кружение сердца сродни. Я в танцах, о чудо. Я в самой его сердцевине. Ты, перышко времени, сдой с меня, милый, встряхни. И сбросим тела, что когда-то исполнены. И вот одно стихотворение, которое очень нравилось с Лидией Яковлевой Гинзбург. Я думаю, многим это имя здесь известно. Болью выдолблена так душа моя, Будто легкая пирога из ствола. Захочу и уплыву я в те края, Где не надо мне ни крова, ни стола, Ни постели, ни любимого в постель. Ничего, как в чистом поле, ничего. Только стружки заливается метель Где-то прямо возле сердца моего. Длинно, длинно, длинно тянется строка, И слова острее лезвие наживы. Сквозь меня теперь проходят облака, Столько перестых и столько кучевых. Валерия Сажин. В качестве предисловия хочу извиниться, если… Я хочу повторить то, что говорил некоторое время назад, На предыдущем вечере, посвященном Гале. Мне очень захотелось посмотреть, Какими были первые Галины стихи. В том числе потому, что у меня есть такое юношеское воспоминание В студенческие годы. Это примерно 66-й год был, наверное, Когда было много соответствующего возраста, Люди помнят, сам издата. И я тогда его и начинал собирать. Вот в 66-м году один из первых текстов сам издатских, Которые попали мне в руки, Ну понятно, это в машинописном исполнении Разного рода литературные тексты. Так вот, одним из первых таких сам издатских текстов Было стихотворение Галли Гангер. Я сейчас не в состоянии отыскать его в своем архиве огромнейшем, Но мне было... Я понимаю, и понимал тогда, и тем более с годами понимаю, Что это было особенным знаком попадания Или распространения в самоиздате того или иного текста Было определенной, ну, меткой, если можно так сказать. Это было свидетельство того, что к этому автору особенное внимание И что это автор особенный. Никаких других комментариев по поводу вот этого у меня нет, Кроме вот того, что я сказала. Поэтому... Ну еще и потому, что Галли занимается с молодыми поэтами, И мне казалось тоже важно, чтобы они представляли себе, И какими были... С начинающими поэтами занималась, и чтобы они представляли, С чего Галли начинал. К сожалению, это не то, что я сейчас прочитаю, Это не самое раннее из Галлиных стихов, Но то, что мне показалось, на мой вкус показалось интересным, Как я понимаю, и все прочие тоже подбирали по своему вкусу стихи Галли. Первое, которое я прочитаю, меня привлекло мое внимание, Потому что это такое классическое выражение, Классическое проявление поэтического взгляда, Когда из повседневного обиходного события или явления Возникает поэтический текст. Это посвящено, кстати, Галлиному тоже, учителю Глебу Семенову, Что тоже важно для биографии Галины, И ее понимание того, что она значила уже в 60-е годы. Человек из семинара Глеба Семенова, Это был особенный человек, но я не буду сейчас про это распространяться. «Под коньками лед смеркается, И шуршит у пруда, Лишь одна фигурка мается по большому кругу, По земному, по наклонному, Свость литра и зимы, Все плывет, Вопросик тоненький, И неразреши». Ты наизусть все знаешь, Зары повторяешь. Ну, это и сборника крыша подняла стихотворение. И в качестве тоже комментариев, извините, что я так говорю, Мне кажется, я не знаю на самом деле литературы о творчестве Гали, Не знаю, написано ли уже, Отмечено ли то, что она… В ее стихах очень много… Ну, вот не двойничества, а двойственности, что ли. Ну, может быть точнее, если кто-то написал, То уже написал или напишет. «Я говорила, не зови, Затем, что слишком долго Во мне боролись две любви, Два рада, два долга, Во мне склетались два огня, Две тени с толку сбитых, И вовсе не было у меня, Лишь было поле битвы». И последнее, которое я хотел прочитать. «Не то чтоб я тужу, И ты не то чтоб тужишь, Но я с земли гляжу, А ты все в небе тужишь. Гляжу со дна земли, Из белого предместия, И если рядом мы, То все равно не вместе». АПЛОДИСМЕНТЫ Борис Григорьев. Нарисать книжку, И вот так стоять, Как бы часть? Может быть, можно? Вот тут виснуло окно на Александре, И мне как раз листает. Нарисает? Да, на гостинице, кто помнит. И я в тот момент нашел этот стих сразу. Знаете, чем хороша книга? Можешь листать открывать, А не только вот такие самые лучшие. У Галю очень много написано стихов. Я даже давно, будучи ее знакомым, Отвечал хорошие стихи. А потом вдруг пошли просто очень хорошие. А потом, наконец, хорошие книги. А потом хорошие двои избранных, да? И вот не зря называется двоюсь, троюсь и множесть. И во всем этом нам надо разобраться. Мне кажется, вот Сажин сказал, Валерий не знает написанное о Галле. Написанного о Галле Гампер практически нет. Однажды Галле Гампер заказала мне написать для одного поэтического московского журнала. Я как могу написал. Но так как это был не формат этого авангардного журнала, А я написал просто то, что, ну там видно, какие сюжеты. И неплохо, как говорят. Но, вы знаете, это просто не приняли. Это поразительно, понимаете? То есть вот эта Ахматовская линия, там, Цветаевская. Просто, ну, такая вот, то, что есть в этих стихах. Вот просто было не принято, да. И лежит в архиве. Мне кажется, хорошо, чтобы звучали стихи иногда. Да. И тот, кто умеет говорить о стихах, конечно, было бы хорошо слышать. Вообще вот это желание... Вот, послушайте, послушайте. Когда я слышу, когда мои друзья несколько раз меня цитировали, читали стихи, Вы знаете, это странное чувство. Это чувство такое... С одной стороны, лестно, а друг с другой, как-то страшно. Ты вдруг видишь, что как это будет звучать потом.